Всем привет, с вами Руслан, на ремонте телефон Honor 10, вот с таким хорошеньким разбитием и уже заполосившим дисплейным модулем. Задняя крышка у нас вот такого красивого цвета, все переливается, все симпатично. Для ремонта был куплен новый дисплейный модуль, для тех кто не знает, дисплейные модуля разделяются на две категории здесь. Это дисплейный модуль с отпечатком пальца и дисплейный модуль без отпечатка пальца, потому что отпечаток пальца отсюда нельзя переклеить. Он там впаян в стекло, его просто оттуда не достать. Даже если мы срежем стекло, ставим дисплей, мы просто не снимем оттуда сканер отпечатка пальца. Телефон потух, к сожалению он разряжен. Сейчас кидаем на сепаратор, снимаем заднюю крышку и начинаем разбирать. Подогреваем заднюю крышку на сепараторе до 70 градусов, после чего аккуратно снимаем ее с телефона. Ссылочка на сепаратор будет конечно же в описании, также ссылочка на дисплей будет в описании. Проходите, смотрите. Еще оставлю несколько ссылок, мало ли кому-то пригодится. После того крышка разогрелась, заводим куда-нибудь карточку, не очень далеко и аккуратно начинаем срезать клеющий слой. Здесь крышка приклеена только по контуру. И в этих местах клея там быть по идее не должно. После того, как задняя крышка срезана, можем ее аккуратно убрать. Вот так она выглядит. Краска осталась на месте, клеющий слой мы срезали весь. Но это не страшно, мы потом будем клеить на слой клей. Потому что смысла нет переклеивать на данный клеющий слой. Отклеиваем вот эту термоизоляционную пластину. Смысла в ней я тут вообще не вижу, но так как она тут есть, мы ее тут оставим на месте и выкручиваем все видимые и невидимые винты. Все, что попадется вам под руку. Стараемся не лапать камеры. Извиняюсь за ракурс, по-другому камеру поставить, к сожалению, пока не могу. Болтов тут не очень много. По верхней части болты черные. По самой плате болты у нас серебристые. И вот здесь тоже находится болт, который фиксирует пластину, которая зажимает шлифа. Поднимаем эту пластину и убираем ее в сторону. Отключаем аккумулятор. Далее нам потребуется разобрать нижнюю часть телефона. От нее болты положу отдельно, чтобы ничего не перемешать, не перепутать. Опять же, где у нас пластик черный, там болты у нас черные. Где у нас все блестящее, там болты у нас блестящие. Аккуратненько извлекаем динамик. Он слегка подклеенный вот в этой части. И перед нами открывается взгляд на шлейф отпечатка пальца, который, к сожалению, переклеить мы не сможем. Отключаем шлейф дисплейного модуля и проверяем новый дисплейный модуль на работоспособность. После того, как все хорошо разогрелось, аккумулятор нам снимать не требуется. Требуется снять только дисплейный модуль. Берем уже всем знакомое лезвие. Модуль у нас слегка скривленный, скругленный. Подсовываем лезвие. И подсовываем туда карточку. И поехали вверх. Вверху у нас ничего там нет. Внизу имеются шлейфа, которые будут препятствовать карточке. И вот так вот очень легко снимается отсюда дисплейный модуль. Пока все горячее, убираем остатки клея. Если у вас нет сепаратора, не дай бог, то аккуратно подогреваем обычным феном для волос. Тем более, если вам старый дисплей, как мне, не нужен. Вот так. Все, весь старый клей мы отсюда убрали. Также имеется осколок. В верхней части, который у нас остался. И вот так же отсюда убираем. Вычищаем все. Все осколки отсюда вычищаем. И обезжириваем рампу дисплея. Дисплейный модуль за кадром проверен. Не забываем. Сеточка динамика осталась на старом модуле. Ее требуется переставить на новый. Она у нас подклеена. И главное, чтобы на ней не осталось осколков. А они на ней остались. Вот так она выглядит. Обязательно не забываем, иначе будет просто дырка. И туда полетит всякая грязь. Обязательно снимаем вот эту вот пленочку. Никто ее не снимает. Очень много приходит аппаратов с этой пленочкой. Не знаю почему, пленка всегда остается на месте. То ли мастерам настолько некогда, что они забывают ее снять. То ли им настолько плохо. Далее стандартная процедура. Наносим клей. Клей у нас наносится по периметру. В данном случае по всему периметру. У нас все датчики расположены возле динамика. Очень тонкая рамка. Возле камеры не наносим. Можем попасть в камеру. И потом будет все очень плохо. Вот так аккуратно, чуть сверху подмазали. Дисплейный модуль за кадром уже, естественно, проверен. Устанавливается он снизу. Начинаем вставить сначала нижнюю часть. Потом уже вложим в верхнюю. Так как внизу у нас находится шлейф тачкина, который немножко выпирает. Все. Теперь можем подключить шлейф. Шлейф и включить аппарат еще раз. Картинка есть. Можем собирать обратно. Подклеиваем обратно термопроводящую пластину. И наклеиваем мои гарантийные пломбы. Одна пломбочка на нижнюю часть. И пару пломбочек на верхнюю. Так я смогу убедиться, что в телефон никто больше не лазил. Наклеивается в нишу болта. И достать ее довольно трудно оттуда. Мажем клей. И клеим обратно в заднюю крышку. Клей я мажу на заднюю крышку не по краю. Слегка отступив от края. Чтобы меньше выдавило его. И возвращаем обратно в заднюю крышку. Теперь на резинке. Ждем высыхания. И отдаем клиенту. Вот такая была замена дисплейного модуля на Honor 10. Повторюсь, что этот дисплей у нас без отпечатка пальца. Также имеется дисплей с отпечатком пальца. Но хозяин решил ставить такой. С вами был Руслан. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк этому видео. И скоро увидимся. До новых встреч. Пока-пока.